Апостолов, 1 глава, 8 стих. Вместе прочитаем этот стих. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Аминь. Давайте благословим друг друга. Наслаждайтесь миром Божьим. Вы — благовестник, спасающий эту эпоху. Давайте вместе унаследуем то пустынное наследие, то пустынную землю, которую Бог дал нам в наследие. Благословляю всех нас, чтобы это богослужение стало временем, когда мы наполнимся Духом Святым совершенным образом, чтобы действие Святого Духа происходило и в нашем Духе, и в нашей Душе, и даже в наших телах. чтобы мы действительно могли всем нашим сердцем, всем нашими мыслями, всей душою славить Господа, и чтобы это действие Божье происходило и в наших жизнях, и в жизнях всех людей, всех народов до края земли. И тема сегодняшнего слова является «Давайте начнем снова с действия Святого Духа». Поэтому нам с вами важно начать снова делать все действием Святого Духа, не своими силами. На прошлой неделе пастор из нашей церкви, который занимается служением с студентами, и также два студента из нашей церкви, они вместе с другой командой, с другими студентами поехали в Лаос, для студентов, лидеров, для проповедования. И в пятницу, вернувшись, мы уже в субботу встретились с ним и слушали форум его, то, какую благодать он получил, то, что он увидел на этих местах действия. И что он сказал, что, конечно, наши усилия, усердная работа, когда мы действительно стараемся сделать все хорошо, это важно, это нужно. Но если мы не будем получать водительство Духа Святого, если мы не будем действовать в расписании Божьем, не будем получать мудрость и благословение встреч, то мы не сможем выявить, не сможем найти, выявить тех учеников, которых Бог по-настоящему приготовил на этих местах действия. Поэтому это, конечно же, важно, когда мы делаем хорошо, что-то хорошее и усердно над чем-то работаем. Это важно, это, конечно же, нужно делать. Но более важно, чем это, это получать. Важно больше всего это получать водительство Духа Святого, потому что мы с вами всегда находимся в духовной битве, в духовном сражении. Потому что власть Дьявола, она хоть и сокрушена, но он еще действует на земле. И мы, конечно же, имеем силу, имеем власть, которая дана нам как детям Божьим, сокрушать эти силы тьмы, связывать эти силы тьмы. Но если мы этого не будем делать, если мы не будем получать также водительство Духа Святого, то, конечно же, мы не сможем побеждать на местах действия, которые Бог нам доверил. Поэтому, если мы получаем благодать Божию, если мы получаем силу от Бога, то никакие обстоятельства не станут проблемой для нас. Потому что мы не будем обманываться, во-первых. Во-вторых, мы будем не своими силами, не по своим знаниям, а получать водительство. Иначе будет приходить ограничение в нашу жизнь, потому что сила человеческая, мудрость человеческая, она не бесконечна. И нам с вами поэтому важно действительно получать руководство Духа Святого. И есть то, что... Есть то, что часто мы упускаем с вами. Казалось бы, незначительное, но это то, что действительно может влиять на нашу жизнь. Это то, что в нашей жизни веры мы упускаем водительство Духа Святого. Потому что иногда слушаем свои мысли, иногда слушаем слова людей, иногда прислушиваемся к тому, что в мире люди говорят и происходят. Поэтому также важно, чтобы мы не просто в одиночку что-то принимали решение, в одиночку... Казалось бы, мы молимся, общаемся с Богом, но нам важно так же, как место из Писания, Матфея 18, глава 20 стих, говорит, что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди них, чтобы мы имели общение верующих, общение в Духе Святом. Тогда, когда мы вместе собираемся, Дух Святой может... Может, мы иногда можем не слышать или не распознавать голос Духа Святого внутри нас. Поэтому важно общаясь вместе и получать водительство Духа Святого. И Бог, как вот в Луки 11, глава 9 стих, сказано, если вы будете искать, то найдете, если будете стучать, то вам отворят, и будете просить, и дано будет вам. И если даже вы, будучи злым, умеете давать деяния добрые детям вашим, то тем более Бог даст вам Духа Святого. Поэтому это место Писания, оно в двух Евангелиях описано, и оба эти места из Писания, они это именно открывают, что, как вот в Луки 11, глава 13 стих, именно о том говорят, что разве не даст Бог, Отец наш Небесный, Духа Святого, тем, кто просит Его. Поэтому, что нашей самой важной, самой главной темой молитвы в нашей жизни, в нашей семье, на тех местах действия, где мы находимся, на местах работы, местах учебы, это всегда просить о наполнении Духом Святым, о руководстве Духа Святого, просить о том, чтобы Бог дал нам силу, и мы силой Духа Святого могли жить, могли принимать решения, могли рассуждать, внутри, во Христе, все это делать. Тогда мы сможем получать, мы тогда сможем видеть правильным взглядом, правильным, то есть тем, которым, как Бог смотрит на эту ситуацию. Вот это будет правильный взгляд. И тогда мы можем увидеть в проблеме ответ. Мы сможем увидеть, и мы не будем обманываться, когда мы будем смотреть. Если мы смотрим только физическими глазами, то для нас тогда... И проблема — это не проблема для нас. И когда нет проблемы, это тоже хорошо. И если успех, казалось бы, на видимом уровне физическом, это тоже хорошо. Если нет успеха, тоже хорошо, потому что если это... Это просто как путь, к которому мы проходим. И иногда... Иногда мы, может быть, что-то не так делаем, поэтому случается что-то. Иногда это еще не расписание, поэтому что-то не получается до какой-то времени. Иногда Бог хочет, чтобы мы двигались в другом направлении. И как мы видим, и Павел также были закрыты двери в Азию, и тогда открылись двери в Македонию. Почему? Потому что там Бог приготовил в это время людей, которых приготовлено сердце, которые нуждаются в этот момент сейчас именно в Евангелии. То есть Божье действие там было приготовлено. И если мы посмотрим с вами 39 глава 2 стиха, «Бытие», что там сказано? Что Бог был... Ибо Бог был с Иосифом, и поэтому он преуспевал, он был успешным человеком, он преуспевал во всех делах, во всем, что он делал. Поэтому все, что не происходило с ним, даже посмотрите, он же попал вверх в рабство, да, и потом попал еще в тюрьму. Но разве он отчаялся? Нет, потому что он точно знал, что Бог с ним. Он доверял Богу. И где бы он ни оказывался, в рабстве был, он там становился успешным, и фараон, не фараон, тогда еще Патифар, видел, что Бог пребывает вместе с ним. Поэтому получается что-то? Хорошо. Не получается? Ничего страшного. Если нам не нужно, нам не нужно, когда обычно у нас что-то, чуть-чуть даже что-то не получается, какая-то маленькая проблема даже приходит, мы сразу же теряем силы, сразу же неверие приходит, сразу же сомневаться начинаем. Может быть, это так, может быть, действительно, правильно ли я верю, в правильного ли Бога я верю, кто-то даже так. Но вот это то, что дьявол желает, чтобы у нас было неверие в Бога, и чтобы у нас появилось противление даже Богу. Но посмотрите в отношении... Если мы будем получать водительство Духа Святого, то мы действительно... Бог будет давать нам все, что необходимо. Во-первых, Бог не будет нам давать, допускать, чтобы мы были в каких-то проблемах, которые сверх нашей силы. Но в то же время, Бог, как вот Павел писал в 13 стихе, что я научился... Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И в 12 стихе... И он говорит о чем? Что он научился быть и в достатке, и в бедности, и когда есть успех, и когда терпит неудачу. В любой ситуации, в любом состоянии Павел имел силу превосходить это все и не поддаваться влиянию. Хорошее что-то или нехорошее с точки зрения физического, материального даже. Даже Давид, мы смотрим Псалом 22, первый стих, он что говорит? «Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». Когда это он писал? Когда он уже царствовал, когда он уже действительно ни в чем не нуждался? Нет. Он это писал, когда был преследован, когда за ним гнались, искали, чтобы его убить. И в это время он такое исповедание дал, потому что он знал, что Бог вместе с ним, что Господь пастырь его. Есть разные обстоятельства. Нам нужно понять, что этот мир — это не просто, это не там, где совершенным образом Царство Божие есть. Мы ей молимся для этого. «Пусть Царствие Твое и воля Твоя будет как на небе, так и на земле». На этой земле, во-первых, люди с греховной сущностью, во-вторых, дьявол, который использует этих людей и свои цели у него есть. И, в-третьих, он ненавидит нас, которые с Богом, и поэтому он пытается нам что-то сделать еще плохое. И ищет так, когда мы упускаем водительство Духа Святого, наполнение Духом Святым, когда мы теряем духовную силу, чтобы нас в этот момент атаковать, либо же через нашу греховную сущность, либо же через людей, чтобы мы пошатнулись, чтобы мы упали, чтобы мы не пошли тем путем, который Бог хочет, чтобы мы шли. Но если мы получаем водительство Духа Святого, наполненное силой, то Бог, все эти проблемы, у Бога есть ответ на все проблемы. И Бог знает, как любую проблему превратить в благословение. То есть, что это означает? Чтобы это послужило Царству Божьему. В чем смысле? В каком смысле? Чтобы это послужило в том, чтобы люди могли узнать о Боге и уверовать в Иисуса Христа. Поэтому я благословляю вас, чтобы все, чтобы все мы наслаждались этим благословением, чтобы действие Божье происходило в нас, внутри нас, в наших семьях, чтобы люди мира этого могли, смотря на нас, как на Иосифа, когда смотрел Патифар и начальник тюрьмы, и даже и фараон видели, что Бог пребывает вместе с нами. Поэтому важно, чтобы мы не поддавались обману дьявола, не теряли веру в Бога и не противились Богу и Божьему желанию, но искали получать водительство Духа Святого. Как и на конференции Ремнанд, послание, которое Бог дал нам, это чтобы мы вошли внутрь молитвы, в расписание молитвы, чтобы все наши мысли мы обернули в молитву и наслаждались 24-часовой молитвой, то есть когда мы все наши мысли, все наши желания все превращаем в молитву, и тогда мы сможем наслаждаться благословением 25 часов, то есть это та сила, которая не моя сила, это когда Бог уже дает силу, то есть получается как будто бы, мы говорим, 25 часов в сутках будет, потому что Божье действие будет еще, я буду успевать и делать больше, чем даже просто своими силами, и тогда ответ от вечности приходит, когда то, что я делаю, послужит тому, чтобы не только в мое время, пока я живу, но и даже после меня будет служить спасению людей следующего поколения. И даже следующее, вот была молодежная после конференции «Ремнант», был ретрит для молодежи, и также послание было там, чтобы мы могли передать дальше этот завет, который Бог нам дал, передать дальше помочь помочь следующему поколению также испытать силу Божью, чтобы не просто мы сами испытали и это просто сказали, что Бог, да, так действует, но чтобы мы могли помочь и помочь следующему поколению стать действительно евангельской элитой, которая будет главными действующими лицами спасения эпохи, спасения будущего. Поэтому вот это и есть наше благословение быть также и стражами молитвы. Это все не что-то, что только пастор может делать или служители церкви могут делать. Это все то, что каждый из нас может и даже должен делать на наших местах. действия быть стражем молитвы, молящимся за себя, за свою семью, за то место и местности людей, означает, где я живу, где я работаю. Поэтому если мы будем таким образом сделаем, как привычку, таким образом жить, действительно в молитве, жить в молитве, чтобы наши мысли были не просто мои мысли, а чтобы это было общением с Богом, чтобы я направлял не просто радовался или не просто грустил, или не просто возмущался чему-то там, что, почему так, почему это не так, а спрашивал у Бога, Бог, почему это так или почему это не так. тогда Бог будет отвечать, и тогда Бог будет давать. Бог ждет, когда мы будем общаться с Ним, когда мы будем не просто даже говорить, а также желать слышать от Него. Поэтому нам важно с вами вот эту всю работу выполняет Дух Святой. Поэтому нам важно знать, какой личностью является Дух Святой и что такое работа Духа Святого. Поэтому первое, что мы будем смотреть, это Тот, Дух Святой, это Тот, Кто превращает благодать действительно в благодать. И 1 Коринфянам, 2 глава, 12 стих, сказано, что «но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать нам дарованное от Бога». Вот Дух Святой, Он действительно делает так, чтобы благодать действительно стала благодатью, чтобы мы не просто знали что-то, чтобы мы могли наслаждаться всем тем, что Бог нам дал и всем тем, что Бог нам доверил. Потому что это то, что Бог изначально, каким образом Бог изначально нас сотворил. Чтобы мы жили не в страхе, но мы жили в радости, чтобы мы могли наслаждаться силой, которую Бог дал. И вот этот завет, который к бытию 2 глава 16 и 17 стих, который говорит о том, что не ешь от дерева познания добра и зла, потому что смертью умрешь в тот день, когда буду вкусишь от него, то это не что-то злое, или не какое-то там испытание от Бога, или не тест какой-то, который Бог там делал. И это не означает, что человек был еще несовершенен. Нет, как раз человек таки Бог совершенным сотворил. Также с свободной волей. И это не какое-то испытание. Это то, в этом завете заключается смысл и заключается понимание того, каким образом человек может быть живым и душою живою, и что только пока Бог Духом Святым пребывает внутри человека, человек является действительно образом Божьим. А что значит образом Божьим? Это означает, что мы можем отображать сущность Бога, что внутри нас является, что мы являемся, по сути, мы имеем одно сердце с Богом. И это опять-таки о чем говорит? О любви, о радости, о долготерпении, о благости, об этих всех плода Духа Святого. Но дьявол, он обманул нас, обманул человека. Поэтому люди упустили и уже не являются образом Божьим. И этот образ Божий должен восстановиться и может восстановиться не усилиями человека, а только через Иисуса Христа. И тогда Бог им им наидал этот завет, сбытие 3 глава 15 стих, о семени жены, то есть о Мессии, который придет, не будет потомком Адама, то есть не будет иметь первородного греха. Поэтому Христос — это есть Бог, который пришел во плоти, совершенный человек и совершенный 100% человек, и 100% Бог. И вот это тот завет, за который держались все люди в Ветхого Завета, в ожидании Мессии. И это то, за что мы держимся сейчас. Поэтому давайте с вами провозгласим, что я человек, живущий по благодати и в благодати Божьей. Потому что спасение — это не мои усилия, это не мои какие-то особенности, это не я какой-то такой хороший или особенный. Это благодать Божья, данная мне. вера, которую Бог дал мне уверовать, и благодать, данная мне, исповедовать Иисуса Христом, и благодать, данная мне, передавать это слово, эту благодать, эту любовь Божью, это послание, радостную весть всем остальным людям. Поэтому для Ноя также, посмотрите, Бытие 6 глава 8 стих, Ноя также, Ноя, что сказано там? Ноя обрел благодать в глазах Божьих. Поэтому я благословляю, чтобы все мы также могли находиться внутри этой благодати, чтобы все мы наслаждались этой благодатью, которую Бог дает. Поэтому именно Дух Святой Он сообщил Ною, дал понимание Ною о том, желании Божьем, в отношении Ковчега, в отношении того, как Ему спастись и спасти тех людей, которые Бог доверил Ему. И даже, когда мы смотрим в отношении Исхода, то каким образом Исход получился? усилиями человека, усилиями израильского народа или Моисея, или даже какими-то чудесами? Нет. Это случилось каким образом? Когда было принесено, когда был совершен завет крови, то есть, когда кровью Агнца были помазаны косяки дверей. Посмотрите, давайте посмотрим Исход 14 глава, 13 стих. Что сказано там? Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, сражаться за вас, а вы будьте спокойны. То есть, Бог, смотрите, те люди, которые поверили в Слово Божие, которые помазали двери, свои косяки дверей кровью Агнца, они вышли таким образом, как результат, вышли из Египта, освободились от власти дьявола и от власти смерти. И дальше также Бог оставил их и сказал, вот теперь докажите мне, что вы меня любите или еще что-то. Бог вел и Бог сражался за них. Поэтому наша жизнь веры, Бог не просто нас оставляет и вы мне что-то показываете или доказываете. Как тогда израильский народ, Бог вел их и с толпом облачным, и с толпом огненным, и давал им необходимую пищу, и одежду, и все. Поэтому в нашей жизни точно так же спасение, то, что мы исповедовали Иисуса Христа, это не просто как бы какой-то зачаток, а нам нужно теперь что-то доказывать Богу. Нам нужно доверить свою жизнь в руке Бога, следовать тем путем, которые Бог желает, продолжать получать исцеление и преображаться в образ Божий, чтобы люди, смотря на нас, могли видеть, что мы живем по благодати Божьей и благодатью Божьей. И сегодня также перед служением мы прославляли Господа и пели хвалу, что все, что есть в моей жизни, это Божья благодать, это по благодати Божьей. Поэтому мы с вами даже то, что мы с вами пришли на богослужение, также это также сила Божья, это благодать Божья, данная нам, потому что если не благодать Божьей в действительности, то и Павел говорил также, если это не по благодати, невозможно, чтобы что-то то и то происходило в нашей жизни. И даже Павел, 1 Коринфянам 15, 15 глава, 10 стих, там Павел также говорит, что но благодатью Божью я есть то, что я есть и благодать Его во мне не было отчетно, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Поэтому действительно Бог дает нам благодать и силу если мы приходим, если мы ищем этого, то дает благодать и силу не согрешать, дает благодать и силу преодолевать искушения, Бог никогда не дает искушения сверхсилы, никогда не дает чего-то того, что мы не в силах преодолеть, поэтому не обманывайтесь, не думайте, что да, дьявол сильный, да, искушения могут быть сильными, но если мы стараемся своими силами это преодолеть и потом показать Богу, Бог, вот я такой вот, Бог не хочет, чтобы мы, не то, чтобы не хочет, Бог знает, что мы не можем своими силами это все преодолеть, потому что дьявол это дух, это дух, который сотворен сильным для того, чтобы помогать людям, и он в своих таких вот действиях он всю свою мудрость использует на зло, на то, чтобы сокрушить человека, чтобы показать Богу, что то, что Бог сказал своим совершенным творением, никакое несовершенное, по его мнению, но мы можем преодолеть все, если мы будем искать силы Божьи, поэтому не старайтесь своими силами, не старайтесь своей волей там что-то показать, доказать, и потом хвастаться перед людьми, что вот видите, я там не делаю так, а он делает кто-то, если даже и хвалюсь о чем-то, то хвалюсь благодатью Божьей, что Бог дает силу и благодать, поэтому давайте не будем не гордиться, не обманываться, будем получать водительство Духа Святого, будем бросать вызов тому, что не получается, и всегда, если не получилось, еще раз вставать, еще раз Бог, он сколько мы раз упадем, столько он раз поднимет, если мы действительно ищем его, если мы действительно в сердце своем желаем быть вместе с ним, если мы желаем слушать голос Господа и желаем быть там, где Бог куда нас посылает и желаем быть стражами молитвы, теми людьми, через которых Бог будет действовать, поэтому так же сказано, что сказал Иисус, что тех, которых Бог доверил мне из руки Божьей никто не может похитить, и так же, посмотрите, в Коринфянам 12 глава 3 стих, почему важен Дух Святой нам, потому что, если не Духом Святым, то никто не может исповедовать Иисуса Господом, как только Духом Святым, вот эта благодать, преодолеть греховную сущность, преодолеть гордыню, преодолеть это все так же благодать, данная нам, чтобы мы могли исповедать и принять Иисуса Христа как своего Господа для того, чтобы следовать Ему и для того, чтобы получить исцеление и преображаться в образ Божий, найти самого, найти, кто я есть по-настоящему, что есть мое по-настоящему, потому что много чего внутри нас есть, это какие-то обычаи, какие-то культура, это какая-то идеология этого мира, это много-много-много чего, что мы думаем, это мое, это я такой, но по-настоящему это не мое и это не я такой, поэтому нам важно с вами, важно действительно внутри Христа в Духе Святом обновляться и даже даже Кальвин, когда он писал, что он описывал, он сказал, что человек совершенным образом грехопадший и нет никакой возможности для человека своими силами восстановиться, поэтому Бог безусловной, Бог безусловной любовью избрал, он безусловно любовью дает спасение свое, не потому, что вот этот человек вот такой вот, что-то он хорошего делает, этот чуть-чуть не так хорошо делает, потому этому я дам, этому я не дам спасение, нет, благодать Божья, она и спасение, любовь Божья, она безусловна, то есть нет условий каких-то. Поэтому не обманывайтесь этим тоже. Поэтому почему это то, что так, потому что не можем мы своими силами ни проблему греха решить, не можем своими силами ни победить силы дьявола, силы тьмы, ни проклятие решить, не можем мы своими силами и восстановить свое отношение с Богом также. Вот поэтому вот и есть это действие такое, Божья благодать Божья. Поэтому, чем важно нам наслаждаться, это вот этой благодатью Божьей. И также есть люди, которых Бог... Из всех людей есть также люди, которых Бог призвал на служение себе. Бог желает, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Это естественно. Но есть также люди, которых Бог избрал, как вот Павел, которого Бог избрал быть апостолом язычников. То есть есть люди, которых Бог каждую эпоху избрал. И для них есть также непреодолимая благодать и непреодолимое Божье избрание. То есть этот человек не может не уверовать. Все Бог сделает так, чтобы этот человек услышал Слово, уверовал, потому что у Бога есть миссия, которую Бог желает доверить этому человеку, чтобы через него совершить. Поэтому я верю, что все мы, кто находимся вместе сейчас, слушаем Слово, мы есть те люди, которых Бог... Которые спасены по безусловной благодати Божьей и любви Божьей. И мы также те, которых Бог избрал для служения, для того, чтобы не все пастыра, не все учителя... Всех своя есть миссия. Поэтому давайте наслаждаться этой благодатью. И каким образом? Через Христа. Потому что таким образом, чтобы в нашей жизни Христос действительно стал Христом, и Евангелие стало Евангелем. Что есть Евангелие? Евангелие-то и есть. Иисус является Христом. То, что Петр исповедал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». И что сказал ему тогда? Иисус, не своим умом это... Ты достиг этого, я понял. Это открыл тебе Бог. То есть это тоже по благодати тебе дано. И вот кто есть Христос? Христос, Он есть истинный царь, который сокрушает... Который имеет власть сокрушить дела дьявола и пришел для этого. Который есть истинный священник, который единожды на кресте принес кровь свою, пролил свою кровь и вошел во святой святых и своей кровью приобрел вечное искупление. Поэтому и сказал Он, Евангелие от Иоанна 19.30, что записано? Что сказал Иисус, когда Он был уже распят, совершилось, Он сказал, и Он преклонил голову свою и отдал дух. То есть вот это и есть Он совершил то, для чего Он пришел на эту землю. И вот именно для этого Он и пришел для того, чтобы Его кровью Его кровь пролилась во искупление грехов всех людей, всего человечества, каждого из нас. И для того, чтобы мы могли, уверовав в Него, приняв Его искупительную жертву, смогли восстановиться, как дети Божьи. Потому что нам нужно очиститься от греха, чтобы у нас не было греха. Тогда Дух Святой может войти внутри нас, чтобы быть вместе с нами. Иисус, Он не оставил нас, Он воскрес в третий день, потому что Он был Богом, пришедшим воплоте, потому что в Нем не было греха. И Он принес, но Слово Божье, закон, который был дан, что возмездие за грех – смерть. То есть, когда появляется грех, появляется смерть. Смерть поглощает грех, и уже ни смерти, и ни греха. И вот поэтому Иисус, Он воскрес, и Он, потому что Он есть Богом, и Он пребывает вместе с нами. И Он сказал, что Я пребуду вместе с вами до скончания века, то есть до того момента, пока приду во второй раз на эту землю, для того, чтобы уже мы могли совершенным образом восстановиться, чтобы нам даны были новые тела, то тело, в каком был Иисус, совершенное тело уже после Своего воскресения. Поэтому на этой земле почему Бог нас желает, чтобы мы после уверования в Иисус Христа не сразу же как говорим, сразу можно умереть, и не мучаться здесь на земле. Нет, Бог желает, чтобы мы жили, конечно же, чтобы мы не потому что что-то, что мы должны что-то доказать, потому что иначе было бы действительно человек, который сразу же уверовал, исповедовал и умер. Наверное, в религии думается, что это самая большая благодать для такого человека, потому что он не согрешит больше и не потеряет спасение, потому что люди так думают, что можно потерять спасение. Потеря спасения, это как бы, можно сказать, теоретически возможно только когда человек отказывается от Бога и сознательно принимает решение служить дьяволу, то есть следовать греху, следовать злу. Но это практически невозможно такое. Мы не можем сказать, что это вообще невозможно, но если человек уже в церкви, если за него действительно молится, каждым мы друг за другом молимся, поддерживаем, помогаем, то чтобы сохранить веру и сохранить, не идти в противление Богу. Поэтому это единственное, что, по сути, может быть, как считаться, как потеря спасения. Но мы даже видим, когда даже Адам и Ева отошли, Бог восстановил их, правильно? И потом даже и Соломон, и Соломона Бог восстановил. То есть нам не нужно вообще даже, в принципе, как бы думать об этом, нам нужно наслаждаться Богом и наслаждаться благодатью Божьей. Поэтому Иисус говорит, что «Я с вами до скончания века, поэтому если вы попросите во имя Мое, то я сделаю это». И что важно нам для того, чтобы мы могли... О чем нам также просить нужно? Чего нам искать? Нужно искать царство, царство Божьего. Нужно искать того, чтобы наслаждаться Богом. Вот это... Об этом нам нужно просить. Как Соломон тогда попросил «Дай мне мудрости, Бог». И Бог тогда ему приложил и все остальное. А для чего нам эта мудрость? Мудрость – различать добро и зло. Мудрость – как общаться с людьми. Мудрость – как делать мои дела так, чтобы это служило все Царству Божьему. Потому что о чем сказал нам Иисус? Так, теперь идите и старайтесь жить так, чтобы доказать, что вы действительно... Он сказал Павлу, да, любишь ли ты меня? И что он сказал? Паси агнцев моих. Корми агнцев моих. Потом, что сказал всем? Идите ко всем народам. Найдите учеников. Поставьте учеников и передайте им все, о чем я вам говорил. Крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И я прибуду с вами до скончания века. Вот это желает Бог, чтобы мы делали. Не жили постоянно в покаянии Бог. Не означает, не нужно раскаиваться пока нет. То есть, когда мы согрешили, конечно же, мы приходим к Богу, говорим, Господь благослови, очисти меня от греха, чтобы я не согрешал больше. Но для чего это делаем? Чтобы не притыкались люди, которые на меня смотрят. чтобы я мог дальше прославлять Бога в своей жизни. Поэтому Бог желает, чтобы мы не на грех фокусировались, а на благодать Божью фокусировались, на любовь Божью фокусировались. Тогда мы можем иметь силу победить грех, потому что мы не о грехе будем думать и о проблемах, а мы будем о благодати и о делах Божьих думать. И наши мысли будут заняты делами Божьими. Поэтому вот этим давайте наслаждаться. И Дух Святой для этого и пребывает с нами, чтобы наполнять нас, чтобы напоминать нам, чтобы открывать нам понимание того Слова, которое мы принимаем. И поэтому и первая глава Деяния, восьмой стих, и сказано, что когда мы будем наполнены Духом Святым, мы примем силу и будем свидетелями Божьими до края земли. Вот что Бог хочет, чтобы мы были свидетелями Его, свидетелями совершения Слова Его, свидетелями того, как Бог действует на тех местах действия, которых Он мне доверил, действуют силой Своей, ангелы работают на этих местах действия, чтобы я мог видеть, как Бог действительно по молитве, когда я молюсь за людей, когда я молюсь за этих местах действия, как Бог действует на этих местах действия, Когда я могу наслаждаться духовной силой, когда я могу наслаждаться интеллектуальной силой, мудростью, когда я могу наслаждаться физической силой и здоровьем, когда даже экономическое благословение и сила приходят в мою жизнь, потому что я нахожусь внутри этого течения и расписания Божьего. И когда я встречаю также тех людей, с которыми вместе я могу совершать и делать дела Божьи, вот это все эти та сила, пять сил, которые, можно сказать, как бы их выразить, как пять сил, которые мы можем, которые Бог дает и которые Бог желает, чтобы мы наслаждались ними. И Бог желает, чтобы мы стали свидетелями вот этого всего, то, что Бог дает силой и силой Божьей мы делаем, и что Бог готовит благословение встреч, что Бог приготовил скрытую экономику света, скрытое благословение, когда мы смотрим, и мы это видим тогда, когда мы смотрим глазами через призму Евангелия, через глаза Евангелия. Когда мы смотрим, то есть о чем? Ищем чего? Ищем Царство Божьего. Когда мы ищем Царство Божьего, тогда мы сможем увидеть те благословения, те возможности, видеть тех людей, которых Бог приготовил, чтобы услышать Слово Божие и чтобы вместе с нами проповедовать это Слово, передавать это до края земли. Поэтому давайте обновляться в Духе Святом, чтобы не мои стандарты, не мои мысли, не мой опыт, потому что ничто из этого не является действительно совершенным или абсолютным. Поэтому, почему? Почему так? Потому что наши мысли, наш опыт, это все является исходящим из Бытия 3 главы 5 стиха, когда что сказал дьявол? Что станете как Боги. И вот эта проблема Бытия 3 главы является опытом в действительности познания добра и зла, тот опыт, который мы с вами имеем. Поэтому нам важно наслаждаться тем, что мы являемся уже во Христе новыми творениями, чтобы мы... Почему Павел пишет в Глатам 2.20, «Уже не я живу, но Христос во мне». Это не означает, что я отказываюсь... Ну, как бы, это не тот концепт как буддизма, то есть полностью отрекаться от себя, перестать жить вообще, перестать существовать вообще как существо, как человек. Не этого Бог желает. Бог желает, чтобы пока мы живем на этой земле, пока у нас есть греховная сущность, пока у нас есть миссия спасения людей на этой земле, чтобы мы не своими мыслями, стандартами и опытом руководствовались, а получали водительство Духа Святого. Вот это и означает, не я живу, но это живет Христос во мне. Чтобы 24-х часов молитвы мы наслаждались. Поэтому, «Бытие» также 3 глава 6 стих, когда... Что Ева после того, как дьявол ей сказал? Она увидела. Она... Ей показалось, что это дерево хорошо для пищи, приятно для глаз, и оно вожделенно, плод этого дерева вожделенен, потому что дает ей мудрость какую-то и какие-то знания. Вот это то происходит, когда мы упускаем водительство Божье. Мы тогда смотрим на этот мир физическими глазами, и мы не видим духовную реальность, мы не видим духовный фон, который стоит за какими-то философиями, религиями, словами людей, действиями или чем, чтобы это ни было. А это все, если это не от Бога, если не во Христе это все, то это может казаться сладким и хорошим, но это то, что в итоге будет ядом, и то, что приведет в итоге к разрушению их смерти. Поэтому среди неверия, тревог, среди любых обстоятельств, не надейтесь ни на что другое. Надейтесь только на Христа. Пусть Христос, пусть Царство Божье, пусть Бог, трон, Божий престол, благодать престола Божьего станет нашим духовным фоном, нашей основой, нашим бэкграундом, то есть это есть как бы такой фон, бэкграунд, немножко похожий, но это пусть будет так уже. Поэтому давайте наслаждаться тем, что мы являемся дети Божьи, что мы являемся призванными служителями Божьими, и помолимся теми темами молитвы, чтобы мы действительно начали заново внутри благодати Божьей и внутри действия Духа Святого, чтобы действительно мы наслаждались благословением восстановления себя, поиска и восстановления учеников, чтобы не по нашим стандартам, не по нашим мыслям, не по нашему опыту, но чтобы все наши мысли превращали в молитву, и в молитве получали водительство Духа Святого и наслаждались действием Духа Святого, чтобы все неверие ушло из наших сердцев.